Из-за того, что очень крупные стены, мы не пострадали стенам. Только телесные легкие повреждения, порезы, все такое. Ну, ноги пострадали. Вчера я тут тела собирала, а сегодня Кобра работает, разбирают полностью все. Вроде все задокументировано уже, и они разбирают все. Ну, все будут разбирать, останутся только вот эти, какая стена. Все, что останется от дома. То есть стороны тоже полностью рух, ну, там, держится на двух кирпичах. Страх, который пережил, и когда палает там все, трещит. Это страшно душу пережить. Морально. Местеля в хате вся треснута, вся висит. Вот так. Ну, еще ремонтных проблений очень много. Вкна поввертали с луками. Гараж, машина завалена. Там, гараж, крыша туда впала. Ну, пока разгребаем, как можем, это с рамки до вечера. Зробили нам вікна, закрили все достатньо швидко. Вже, мабуть, тепло в квартирі трохи. Вже не дует. Настрій трохи краще. Сонечко світе. Тому, в принципе, все, что возможно, пока что сделаем. Мы будем переезжать. Все-таки. Потому что, ну, сам факт того, что трошки на небобову систему діє, и это тяжело. Хотели бы в Запорежье, а там будет видно, потому что трошки обстановка зараз напружена. Страшно повторим. Дуже боимся. На вторник, на кінец дня, мы отримуем повный реестр тех людей, кто постраждал, повный реестр будинков и квартир, кто постраждал. И под каждую человеку будет прописан план «Дить», допомоги ей отримания компенсации через механизм «Е-Видновление». Также, скорее всего, будет отдельный механизм для компенсации для тех людей, в квартирах, в которых постраждали несущие конструкции.